Слушай, будет дождик, нет? Не знаю. Хочется, чтобы дождик был. Я не хочу грядки поливать, я еще ни разу не поливал грядки. Как ты? А я решил, что вырастет, то вырастет. Я посадил шесть грядок морковки, свеклы посадил там, петрушки, ну что там еще садить, горох, ну всякой фиги, посадил там. Чеснок, лук, но не поливаю. Просто не, было холодно, шли дожди, было холодно, я думаю, что поливать, но оно ведь и не росло нифига. Сейчас стало жарко, но я уже привык не поливать, шланги еще не распутывал, неохота. Ничего не поливаю, но вот зашло, вот так вот у меня и все. Ну я, 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 я главное за картон... Зимой-то. Зимой-то? Ну что-нибудь-то все равно вырастет. Ну вот приезжай, польешь. Ну что мы пришли-то куда с тобой? ПЦ-10 с ней хотим? Вот это или вот это? Вот это. Вот это? ПЦ-10. Так это, наверное, ПЦ-10. А эту мы снимали с тобой. Снимали? Снимали? Были, по-моему, баки такие интересные. Плоские. Ты вспомнил про нее? Помню, конечно. Чего уж ты, у меня уж совсем склероз что-ли. Это? Это 12. А, это 12. 12. Вот написано, видишь? 12.080. Одна секционная, 12.0... Нет, 12.060. Да, 12.060. А здесь, наверное, две секции. Ансурига, карман. Нет? Ты по горловинам смотри. Нет, это одна секция. Но здесь... А что в ней тогда интересного такого? Что интересного? Ну, у нее конструктив такой симбиозный. В принципе, у нас... Они раньше, по-моему, шли на шинах, на односкатных, на вездеходных. По сути, это все то же самое. Судя по бочке, это, наверное, кубов 8 по размерам. Сейчас посмотрим. Но это на шоссейной резине. То есть, это односкатно на шоссейной резине. Крепление на лентах, рама, но шоссейная резина. То есть, могу предположить, что условия все-таки... Это, наверное, не асфальт. Это с выездами на бездорожье. Но клиент решил сэкономить. Вместо вездеходной резины поставил дешевую обычную шоссейную. Ну, собственно, это только в целях экономии. Ну, и сама резина дешевле. А вот помнишь, мы как-то снимали, называется такая мартышка. Это что значит? А мартышка, это такое у нас... Как сказать? Самопальное название. Чего? Тоже прицеп от цистерны, но она выполнена была у нас на балансирной подвеске. То есть, она была, да, не на разнесенных осях, а была как у лесовозного распуска. С Чукотки у нас были такие заказы. Пошли они оттуда. То есть, она чем хороша? У нее очень маленький радиус разворота у мартышки. То есть, за счет того, что оси рядом расположены. Вот. По большому счету, других особых преимуществ я там и не понимаю. А, ну то, что балансирую, у нее еще ходы подвески получаются большие. Вот. Как раз для бездорожья. Так. Нет, я не угадал. Здесь 10 кубов. 10-0-43. Вот табличка. ППЦ-10. Да. ППЦ-10 это. Ты мне шпаргалку дала? Ну дала, да. А, ты мне дала шпаргалку, а я, видишь, все... А ты все угадываешь. Да я все угадываю. А, подожди. Так вот, что тут интересно. Чего тут? Тут же пневмоподвеска. Но это я не увидел, это я прочитал. Вот. Тут на пневмоподвеске. Ну вот. У нас такие бочки были раньше на рессорке. Здесь пневмоподвеска. И чем лучше пневмо от рессоры? Пневмо от рессоры? Чем лучше, чем хорошо. Мы же уже, можно сказать, при развитом капитализме живем. А в развитом капитализме правило основное какое? Если клиент просит, надо делать. Поэтому, по большому счету, лучше это или хуже. Мы не знаем, да? Человек запросил, мы ему сделали. Мы можем только с тобой... Из каких соображений он запросил? Он, наверное, прочитал, да? Из каких соображений? Ну, первое соображение. Бочка на лентах. Нагрузки на бочку не передается. Это хорошо. Потому что все-таки бочка без лент. Это всегда нагрузки. Это вероятность поломки выше. И так далее. А ленты, что им будет? Ну, подтянуть можно всегда ленту. Ничего страшного не произойдет. Это первое. Второе. Почему резина односкатная, но шоссейная? Мы с тобой просуждали просто потому, что резина дешевле. Скорее всего, тягач все-таки будет односкатный. По большому счету, вездеходная резина будет в той же колее идти. Или шоссейная резина в той же колее будет, что и тягач. Разницы нет. Почему пневмоподвеска? По пневмоподвеске мы с тобой тоже уже рассуждали, что все больше и больше эксплуатирующих организаций уходит на пневмоподвеску. Потому что геморроя просто меньше. То есть, с точки зрения ремонта и стоимости самой подвески она дешевле, чем рессорная. То есть, тут роль демпфирующего элемента, по большому счету, выполняет воздух, который заключен в резиновой подушке. А там металлические листы. Ну, получается, что резиновая подушка дешевле, чем металлические листы. Тем более, она стандартизированная. Вот. И, по большому счету, купить ее и заменить износившуюся подушку, ну, проще. И, как говорят водители, ремонт рессоры, допустим, лопнувший где-то там на морозе, или просто вышедший из строя, он в разы сложнее, чем замена подушки. Ну, давай залезем, порассуждаем, как подушку менять. Ой. Потом залезем с тобой, порассуждаем, как менять, значит... Лишь бы прохладненько так. Давай здесь посидим. Да, лишь бы никто не зацепился, не поедал. Ну, вот смотри. То есть, открутить нам надо здесь, получается, два болта, да? Ну, шпильки в данном случае. Ну, и вверху сколько штук. Раз. Два. Тоже две. Тоже две. Может быть, третья есть, но я ее не увидел. Ну, вот. И все. Дальше нам надо обеспечить подвод воздуха. Ну, воздух есть, естественно, в любой грузовой машине. То есть, у нас все тормоза везде воздушные. Знаете, посмотри, очередь здесь наша уже. Получается, это 9-тонный ойс Урал Спецтранс. Вот, видишь? Да, да. Вот. Ну, вот. То есть, вот. Пойдем в ящик посмотрим. Ящик какой-то есть. То есть, чтобы поменять подушку, мы с тобой определились, да? Открутили. Открутили, сняли. Я так понимаю, вот эту штуку надо с этой еще дополнительно разобрать, снять. То есть, меняется вот этот элемент резиновый. Вот. В принципе, железки, они, ну, практически вечные. Резинка, да, она может в процессе того, что она работает, демпфирует. Ну, летом-то, ну, летом ее пескостроят теоретически, зимой она может при хорошем морозе, ну, сама резина лопаться. То есть, эта резина, это принцип примерно такой же, по тому же принципу, что изготавливаются сами колеса. То есть, та же резина с тем же кордом. По большому счету колеса же в мороз ездят. Почему подушкам в мороз не ходить? Ну, и амортизатор. Ну, амортизатор присутствует. Он, собственно, и на машинах с рессорной подвеской. Ну, и на технике с рессорной подвеской. Опс! Вылезли. Так, куда-то меня... Я хотела ящик посмотреть, что это ящик. Это, наверное, ящик, да? Какой-то ящик с какими-то интересными хреновинами, да? Улавочка. Без улавочки у нас никак. Давай гни. Наши шпаргалки долетели. Да, тут тоже булавочка. Надо отметить, булавочки очень хорошо снялись. Так. А вот зачем тут эти крючки, я не понял. Не знаю. Наверное, для чего-то нужны. Ну, ящик под запасное колесо. Странно, какие крючки. А, все, я понял. Я понял. Ты видишь? Я думаю, неспроста вот здесь вот эти прорези совпадают вот с этим расстоянием между крючками. вот это почему делают. Вот это да! Вот это прорыв! Слушай, я сам догадался. А в подсказке у нас не написано этого. Молодцы, ребята, да? Да. Слушай, мне вот это даже больше нравится, чем вот это вот вверх вся фигня. Да, да, да. Смотри, как удобно, да. А удобно ли? Мы же первое раз такое сделаем. Надо потом поспрашивать, удобно, неудобно. Ну, раз заказали, наверное, удобно. Я так подозреваю, это откуда-то ребят перерисовали. Надо, чтобы экономику посчитали, что выгоднее делать с открыванием вверх или делать с открыванием вот таким вниз. Да, но, опять же, проанализировать надежность, наверное, надо. Ну, мне кажется, такой узел, он, да никуда он не денется. И крышка тут смотрится, смотри, как-то монолитнее она. Ровная, без всяких профилей, без усилителей. Слушай, как хорошо, что я тебе сказала, давай ящик посмотрим, что там, да? Так бы ушли, не увидев ничего, да? Фентиперсовый ящик, да, смотри, да? Да. Хоп! Единственное. Нормально. Да? Да. А если тут подставочку какую-то еще организовать так можно, хопс, и вот так, чтобы он оставался, да? Сели на табуреточку, покушали. Это уже шутка, шутка, правда. Нет, нормально. 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 Ну вот, видишь как. А то мы недавно с тобой видео снимали там, не нашли изюминки. Да? Здесь внутри нашли. Будем искать изюминки везде теперь с тобой, да? Будем искать, давай. Во всем. Наверх полезем. Как скажешь, Оленька? А вдруг там еще что-нибудь интересное? Вдруг там еще одна изюминка. Мы, смотри, вот сюда еще не заглядывали. Да. Давай заглядывали. Тут какой-то изюмистый ящик. Изюма захотелось, чтобы слюна потекла. Да я вспомнил анекдот про изумительную женщину. Ну, хороший они будут, расскажи. Нет, похабный не буду его рассказать. Похабный? Ну, это донный клапан, управление донным клапаном. Ну, заначку сюда можно прятать какую-то. Видишь? Ящик тут такой мощный. Опять же, было смысл делать отдельный ящик под донные клапана? Или можно было управление клапаном донным спрятать вот сюда? Вопрос, да, нашим? Нашим подписчикам вопрос. А запаска тогда туда? Не, ну запаска бы тебе не мешала. Запаска же вот лежит, она вот запаска. Куда-нибудь в угол вот сюда делаешь. Тебе надо-то тут. По большому счету. Немного места, да? Фиг да маленькое. Да. А так, по большому счету, видишь, ты потратилась на ящик на еще один. Мы же кругом за экономику бьемся. Ну что, полезем? Наверх-то? Угу. Как скажешь. А, вот, анекдот про цепочку был бы в тему, да? Да. Так, почему с цепью? А, почему без цепи? Без цепи, да? Нет, сначала, да, сначала... Что за цепь, да? Что за цепь, да? Для чего она нужна? Как мне там подписчик один написал, Оля, не тупи, извини, но не тупи. Я иногда, да, поступлю. А может и не иногда. Давай, полезно. Да тебе простительно. Потому что я блондинка? Нет, просто простительно. Потому что я слабый пол? Да просто простительно. А ты что, блондинка что ли? Ну что, нет? Светлый был. Я не знаю. Я вообще женщин не делю на блондинок и не блондинок. А как ты делишь? А? А как ты их делишь? Нравится, не нравится? Ну... Или люблю, не люблю, или как? И это люблю сильнее, а то не очень сильно, а это еще сильнее, да? Или как? Молчишь. Вообще никак не делю. Никак не делишь? Никак не делишь? Никак не делишь. Тебе подряд нравится, да? Почти. Да, есть такая проблема. Почти все женщины нравятся. Давай, лезь. Я лезь. Открывай. Я сегодня говорю, Ольга, надо было в шортах приходить. Жара такая. Так нельзя, Ольга, в шортах. Можно я тебе разрешаю? Приходи в шортах. Теперь можно. Лето же наступило. Это нельзя было, когда зима была. Снимаешься. Когда зима была? Там у нас на заднем планете раньше стояли. Сады разобрали, наверное. Да, наверное. Космические-то эти. Ну, установки, да. У нас тут вообще МИАС. Город такой. Кругом тут космические установки. Погоду-то чувствуешь, да? Лето? Чувствуешь лето? Ладно, отдаю я камеру. Что-то у меня аж от волнения коленка заболела. По-моему, удобно залазить было? Нет, удобно. 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 Помнишь, неудобно было залазить? Вот мы тогда раскритиковали с тобой. Делали мы топливозаправщик на КАМАЗе 65. На КАМАЗе 65-115. Помнишь? Это что, вылетело что-нибудь? Это джинн. Дракета? Ты успела загадать джинн? Я только испугаться успела. Испугаться успела. Ну, это вот… Остатки воздуха там что-то? Нет, это не остатки воздуха. Это, получается, был сейчас процесс выхода избыточного давления. То есть, почему только клапан не сработал? Видимо, он на большее давление срабатывает. Дыхательный клапан. Ну, смысл какой? У нас жара на улице. Воздух нагревается, давление увеличивается. Мы крышку открыли, соответственно… То есть, когда воздух нагревается, молекулы начинают биться друг от друга с большей скоростью. Помнишь физику? То есть, вообще процесс нагрева любого вещества… Почему в процессе нагрева вещества увеличивается в размерах? Потому что движение электронов и молекул усиливается, ускоряется и происходит увеличение. То есть… О, у тебя глаза зеленые. Были? Только сейчас замети. Ничего себе, столько лет спустя ты только заметил. Да. Ну и, в общем, воздух-то расширяется. И вот избыточное давление у нас с тобой вышло получается. А может, кто-то брашку там замутил. Я не знаю. Может быть, бродит там где-то. Она очень удобная. Вот так вот стоит. Надо, кстати, главного механика нашего проверить. Трезвый, нет? Пойдем проверять. Пойдем проверять. А то, может быть, это… А никто тут это читать будем? Будем, будем. Прямо здесь будем читать или спустимся? Как скажешь. Прямо здесь будем читать. Наверху. Как скажешь. Как скажешь. Давай наверху почитаем. Давай. Что, я прочитаю? Которые галочкой они уже прочитали. Делать все. А вдруг кто-то не слышал? Надо по новой читать. Давай все сначала прочитаем, а потом по новой начнем. Нет. Ладно, давай начнем с тех, которые… Слава Череповицкий. Привет, сестренка. Куда она работа устроилась? Не-не, вот этого не будем читать. Не будем, да? Ну ты что? А, это можно. В мэрию она устроилась. Ну вы даете. Мать в налоговый, отец ДПС. Нас так весь дом ненавидит. Вот этот не будем. Не будем, да? Максим 11 написал. Ну он… Прабабушек. В маршрутке, да? Кому интересно, почитаете? Нет, так интересно. Мне вот этот понравился. Евгений Анискин. Евгений Анискин. Я сейчас с эмоциями постараюсь, с выражением покидать. Давай, давай. Значит. Евгений Анискин написал. Значит. Охотник собрался на охоту в тайгу. Я уже рожу. Местности не знает. Берёт с собой проводника из местных. Идут по тайге. Проводник впереди идёт и идёт… Прорубает рощу топором. Прорубает… Чащу. Чащу топором с длинным топорищем. Охотник идёт, за ним с ружьём в спину дышит. Хлоп! И с чащей медведь навстречу. Проводник замер с поднятым топором. Медведь тоже замер. Проводник, не оборачиваясь, говорит охотнику в полголосу. Иди сюда. Сзади тишина. Он снова повторяет. Иди сюда. Сзади опять тишина. Он в третий раз уже аж шипит. Иди сюда. Бы. Ну, артыкает. Бы потом. Си. Тоже. Ты тут с матом, но и постарайся. А фиг ты его зовёшь? У нас даже камера смотрит. Чё камера? Свернулась какая? Сдохла? Смотри. Всё, хана к камере. Всё, пора канал закрывать. Чё камера сдохла? На место закроем, да? Камера сдохла даже. Ожила что ли? Ожила. Ну, прикольный анекдот Евгений Анискин написал. Я думал, да, Анискин. Надо его выделить. Да. И потом читать его в каждом выпуске. Веселиться. Вот Сергей Сейвальт анекдот написал. Но, я думаю, нельзя. Это будет межнациональную рознь. Ладно. Мы же не хотим. Но тоже интересный анекдот. Согласись, да? СССР гражданин тоже написал анекдот. Утром начальник говорит своим подчинённым. Сегодня грузим люминей. Можно читать? Можно. Бригадир на ухо начальника. Не люминей, а люминей. На что начальник повторяет. Сегодня грузим люминей. Бригадир не унимается не люминей, а а люминей. На что начальник говорит. Особо непонятливые будут грызть чугуней. Грузить. Угрызть. Я ещё смешнее прочитала. Грызть. Я есть хочу. Ты не голодная, что ли? Я не голодная. Ты не голодная, что ли? Давай попрощаемся уже. Подписывайтесь на канал. А вот, вот, вот. Тарас Захаров прочитал неплохой анекдот. Давай это читай. Всем привет. Классный канал. Он написал анекдот. У авторитета пропала тёща. Братва ищет её. Объехали все больницы. Морги. Всех опросили. Через три дня звонят авторитету. У нас две новости. Одна хорошая, плохая. С какой начинать? Давай сразу плохую. Нашли мы твою тёщу. Утонула в озере. А какая хорошая. А Саня, когда её вытягивал, два ведра раков с неё собрал. Вован уже варить поставил. Шурик за пивом рванул. Короче, Саня её раз второй раз накинул. Давай, пропрощаемся. 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 Подписывайтесь на канал Урал Спецтранс. Не сидите дома. Пока тепло, ходите гуляйте, ездите на рыбалку, отдыхайте, работайте в саду, поливайте грядки. Да, не знаю как у вас, но у нас выходные на этой неделе обещают классные. Я лично рванул рыбу ловить. Ну, всем пока. А ты что бы ждёшь? Так я тоже рыбу поеду. А ты куда поедешь? Куда и ты поедешь. Всем пока. Потом спишемся, договоримся, короче. Ладно, всем пока. До свидания.